Был обычный летний солнечный день. Я, как всегда, залипала на ютубе и думала, что бы мне еще такого годного снять. И тут я поняла, что весь ютуб забит трендами-трендами про Момо. А потом мне написала Рина, а ты не хочешь снять видео про Момо? А ей такая сказала, а я уже сняла видео про Момо. А она мне такая сказала, давай еще что-нибудь вместе снимем. В общем, мы с Риной подумали и решили, что нам надо достигнуть уже, наверное, дна во всей этой истории. И решили мы снять для вас целых два бьюти-видео. Мое видео будет про то, как Момо управляет моим макияжем. Рина же, в свою очередь, решила пойти дальше и снять видео, повторяя макияж Момо. Обязательно в комментариях напишите, во-первых, вы вообще верите в Момо или нет? Во-вторых, общались ли вы с Момо или нет? В-третьих, чье видео вам понравилось больше и чей макияж показался вам интереснее? Я сломала гирлянду с призраками. А я так хотела эффектно сидеть и выглядеть. Ничего, сейчас ставим батарейки и снова заработает. Смотрите, какая магия. Момо, твои происки, да? Твоих рук дело, шаловливая бабенка. Ладно, не буду вас долго мучить. Если вы еще не подписаны на мой канал, лучше бы вам подписаться. Ты, котом Момо придется, жрет. Ну, все такое неприятно, в общем, будет. Включите уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. Еще у меня есть ВКонтактик и уютный инстаграмчик. Там я вас тоже очень сильно жду. И давайте приступим. Меня, кстати, Лиса зовут. Окей, Момо, какой тональный крем мне использовать? Бледная как смерть. Че? И... Че? О, присылает оно, он, она. А стыдно почему-то мне. И предполагаю, что некоторым из вас тоже стыдно. Чтобы быть бледная как смерть, то бишь как Момо, нам понадобится кап. Конечно же, самый светлый тональничек. А еще понадобится очень-очень светлая база под макияж. У меня вот эта вот корейская база. Смотрите, что творит. Просто чудеса. Интересно, что у нас в итоге получится. Гламурная кица или пафосная львица? Опа, как сказала-то. Ах, как завернула. Кап, кап, кап. Это не Момо. Алло. Лучше бы была, Момо. Окей, Момо, я выполнила твое первое требование. А теперь скажи-ка мне, как мне оформить мои брови? О, смс. Брови должны быть черными, как земля смерти. Мне послушалось, или эта штука сказала, что брови должны быть черными, как земля смерти? Чтобы брови были черными, как земля, простите меня, смерти, я воспользуюсь сначала карандашком для бровей. Расчешу мои смертоносные брови. И теперь вот эту часть я буду подведить просто коричневым цветом, а кончик оформлю подводкой черной, гелевой, чтобы уж наверняка смертоносные были. Так, у этой девушки прям очень четкая вот здесь вот линия, у нее они прям треугольником надутся, поэтому постараемся сделать то же самое. Кстати, по-моему, бровь-то получилась практически один в один. Ничего себе, прям подражатель, уровень 100. Окей, мамо, как накрасить глаза, чтобы было красиво, элегантно, изящно, прекрасно и клево. Кончайте, девочки, кончайте со мной шутить. Я хочу видеть в твоих глазах. Адское пламя. Окей. Ну, кстати, этот макияж мне даже нравится, выглядит очень прикольно. Вот эта вся зона должна быть у нас красная, потому что она у меня прям красная-красная и идет аж в нос. Короче, все верхнее веко красным заполняю. Даже до бровей его. Полагаю, что здесь тоже пойдет вот таким вот образом, это краснота. Но на фотографии, которые нам прислал товарищ Мамо, этого нет, поэтому будем экспериментировать и импровизировать. Здесь я вот так вот подрастушую к искам, чтобы менее контрастно было. Как вы понимаете, мне пока все нравится, потому что я сижу довольная и с интересом все это делаю. А вам нравится? Так, теперь вот эту часть нам нужно прям какими-то очень блестящими тенями сделать. Кстати, нашла, оказывается, красный цвет случайным образом. Вот он у меня был. Сейчас мы прям еще более красным все и сделаем. Это же прям вообще красота. Кстати, вы же смотрели наверняка мои другие видео про то, как блогер управляет моим макияжем, кот управляет моим макияжем, собака управляет моим макияжем, в общем, все подряд управляют моим макияжем. И напишите потом в комментарии, как вам кажется, кто управляет моим макияжем более искусно. Кто у нас с вами будет главный визажист на моем канале. Представляете, сейчас вы проголосуете за Момой, что тогда с ним делать. Также у нее на нижнем веке красная подводка. Сейчас тоже сделаю красную подводку на нижнем веке. А наверху у меня черная подводка. Теперь надо добавить еще черные точки. Для этого блога у меня есть специальная вот такая вот подводка, которая делает нам, да, точки. Прикольная подводка, очень удобная. И вот сюда вот поставим эти точечки. Мне кажется, в этом мире, кроме меня, нет больше ни одного человека, который вообще бы мог даже в теории додуматься, написать Крипи Бату о том, чтобы Бот делал ему макияж. И Бот ему на это еще даже отвечал. Это так странно и так тупенько, но в то же время так прекрасно. Прекрасно своей тупости. Что ж, сейчас посмотрим, как Момо сделает нам контуринг. Окей, Момо, контурирование. Как сделать контурирование? Схема контурирования. Чего? Я сначала подумала, что он говорит Ким Кардашьян, но потом видела эту фотку и поняла, что нет. Контурирующая штучка, дрючка, я выбираю тебя. Так, у нее здесь весь нижний угол лица, треугольник, затемнен. Подбородок тоже затемнен. Вот здесь вот как-то странно под глазами, под висками и на скуле затемнен. Причем прямо именно на скуле, не под скулой, а на скуле. Интересно, какая форма лица у меня по итогу получится этого извращения. Вы знаете, мне кажется, этим макияжем она меня убивает. Вот я сейчас делаю макияж и умираю. Вы знаете почему? Да потому что здоровый человек такой макияж так не делает. Этот макияж неименуемо ведет к погибели. Вот запомните мои слова. Кстати, какого пола Момо? Это он или она? Ну, вообще, если переводить японского, то Момо это Персик, а Персик это он. Значит, логично, что Момон мужик. Но кто на самом деле-то, интересно, вы знаете, кто такой? Напишите, как вы думаете. Или это вообще средний род? Я поняла, на кого я похожа. Я не помню имя этой девочки, но это аниме Тян такая. У нее тоже красные рожки, розовые волосы, зеленые глаза. И она, по-моему, в красном таком костюмчике ходит. Я уверена, что товарищи анимешники точно поймут о таком речи. Вот, напишите, как ее зовут. Даже интересно. По-моему, вот реально очень на нее становится похоже. Если бы еще розовые волосы, так вообще она была бы... Мой анимешник! Мой анимешник! Кончайте, девочки, кончайте со мной шутить. Знаете, чего не хватает ему великолепному макияжу, кроме митиллярной воды? Ему не хватает румяшек. Давайте попросим товарища, товарищу, товарища Момо нам румяшки посоветовать. Момо, посоветую, пожалуйста, румяный. Момо, хочется печеные щечки. Это тяжело. Я что-то не поняла, а Момо у нас что, помимо того, что у нее анимешник, так она еще и в Sims играет? Это же очевидные Sims. Ох, Момо, Момо, все с тобой понятно. Все, все, мне стало все понятным. Разоблачение Момо. И никаких долгих видео снимать не надо. Просто делаешь макияж и по ходу дела узнаешь о пристрастиях. Хотела сказать человеку, но потом поняла, что человека там нет. Там дихо. Кончайте, девочки, кончайте за мной шутить. Момо, заставь меня сиять. Как черного звезда. Мне нужны хойлайтер, 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 хойлайтер. Советую, короче, давай, Момошка. 11 секунд аудио прислала. Что ты там мне прислала? Хойлайтер, 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 хойлайтер. Что это было? Это можно просто скачать и использовать как перебивки. О, какая тетечка. Ну, ничего себе, вот это я понимаю. Да, блестит так блестит. Ладно, для такого мощного блеска, наверное, начну сначала с жидкого. Хойлайтера. Просто неприлично сиятельное сияние. Мега сияние. А теперь вот на это я прям сухой хойлайтер нанесу. Макияж. Губ. Самая ответственная часть. Кончайте, девочки, кончайте со мной шутить. Губы стертые в кровь. Ничего себе у нее губы. Вот это губы. Всем губам губы. Так, значит, здесь нам нужен тональник. Тональником закрываем губы. Здесь рисуем красные. Типа они такие у нас потресканные. В принципе, я думаю, что я должна с этим справиться. Хоть я, конечно, и не помадный маньяк, как Рина. Да, интересно, как вот дела у Рина обстоят. Как она там повторяет макияж этого чудилы. Интересно. Ну ладно. Надеюсь, что моя пафосная китовая сила позволит мне сделать губы не хуже, чем у Рина маньяка. И теперь для подтеков возьмем как раз-таки подводку, которую мы до этого наносили под глаза. И сделаем вот эти вот штуки. Те вот пресканные губы. Ну, что скажете на этот изумительно великолепный макияж? Как вам? Кто все-таки лучший визажист из всех, кто уже делал мне макияж? Что ж, жду вашего мнения. Кому-то реально, кстати, понравился этот макияж? Есть хотя бы один человек, которому он реально понравился? Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, лойсы, классики, пальцы вверх. Да, в общем-то, как угодно. Жду вас в моем инстаграме и моем вконтакте. И всем спасибо за просмотр. И всем пока.